здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим об окружающей нас среде вроде бы все давно понятно все давно ясно что нужно за ней следить нужно вести себя каждым на своем месте хорошо потому что все мы дышим одним воздухом живем в одном большом ну скажем так регионе чего уж там греха таить и все равно мусорим относимся к природе спустя рукава и честно говоря прежде всего это человеческий фактор обо всем об этом не только об этом мы поговорим с начальником управления по охране окружающей среды городского округа либерцы ирина степан здравствуйте расскажите пожалуйста вот самое всегда вот как тут начинаешь выше эколог да так вот восторечье в простонародье я не знаю ни одного наверное руководителя региона начиная наверное с президента который бы не коснулся бы проблемы экологии мы всегда говорим об экологии о том что экология стала хуже и так далее и тому подобное вот давайте сразу же с этого вопроса начнем какова сегодня как ну как скажем так как можно прочитать экологическую ситуацию сегодня городском округе люберцы на каком она уровне все ли там допустимые или недопустимые химические элементы есть и чем мы дышим вопрос глобально да и на сегодняшний день вопросы экологии на разном уровне уделяется я бы сказал очень большое значение хочется сказать первое что это проблема эта тема она объединяет всех тут нет разделения на жителей и власть да потому что воздух у нас на всех один водоемы у нас на всех одни леса одни поэтому мы все заинтересованы в том чтобы наша экологическая ситуация обстановка в данном случае в нашем округе была максимально приемлемо поэтому но что же обнимаем какие-то же нормы до которые вы отслеживаете вот кстати летом мы вспоминаем там 10 год 11 12 вот это жаркие москва и московская область когда в дыму все ходили с респираторами еще не знали что нам респираторы понадобятся для другого 2020 году вот и и тогда эти то пожары вот сейчас мы видим на ливне да еще что то есть природа нам напоминает о себе но тем не менее существуют нормы определенные до выбросы каких-то газов мы где-то читаем вы за ними следить у вас да есть какая то в том что городской округ люберцы изначально расположен не совсем удачно в плане экологии потому что мы окружены рядом предприятия которые находятся на территории москвы но услугари на границах с либерцами и они являются потенциальными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух в частности учитывая такое расположение мы городской округ люберцы вошли в пилотный проект от министерства экологии и производства не московской области и на территории нашего округа было установлено 15 датчиков мониторинга атмосферного воздуха это много считается да мы постарались охватить всю территорию с учетом поселений места установки датчиков были выбраны не случайно мы ориентировались на количество обращений по адресам которые жители обозначают нам через службы 112 с учетом нашего мониторинга который мы проводим ежегодно лаборатория аккредитованы точки были в основном задействованы у нас сады детские школы потому что принципиально важно чем дышат наши дети ну и не буду скрывать с целью сохранности оборудования значит данные датчики работают в круглосуточном режиме ссылка есть официальная в прямом доступе любой житель может по этой ссылке смотреть до непосредственно показатели атмосферного воздуха поблизости к их дома ну как интересно кстати мне казать им будущее когда вот погоду да нам сейчас телефон погоду вплоть до того что дождь закончится через три минуты и мы так все дурач такого него то есть мы к этому тоже идем до что будет возможность на наверное какой-то вот система оповещения выходить на улицу не выходить или позже выйти и так далее данная программа разработки я думаю конечно она усовершенствуется поэтому долгое время они работали в тестовом режиме наконец-то в этом году они заработали в полном режиме есть толк от этого вы какие-то получаете данного да потому что данный в первую очередь истекаются министерство экологии природопользования московской области при увеличении показателей того или иного оперативно выезжает передвижная станция лаборатория от министерства экологии для того чтобы более досконально и детально понять источник выброса а эти источники случаются случаются не буду скрывать ситуация скажем так еще три года тому назад было достаточно сложная сейчас стало полегче объясню почему мы проводим регулярные рейды с привлечением мвд люберецкая дружина сотрудников инспекторов министерства экология для чего мы делаем проверки промзоны мошкова матякова мирный еще ряда точных моментов проблемных у нас в округе с целью выявления несанкционированных точек сжигания мусора они до сих пор существу вы знаете по сравнению скажем так с девятнадцатым годом их стало на порядок меньше только по прошлому году а именно летом мы устранили более 60 точек сжигания мусора сжигания отходов демонтировали печи то есть то есть было поставлено все на широкую ногу она по надо на поток и это помогает в этом точно помогает на мои датчики мониторинга но это наверное не единственная проблема да не бывает же у нас выбросы но скажем в москве бывают сообщения там слышится запах там очень часто касается последняя тоже чуть поменьше а был период где-то там 15-16 годы когда все время пахло ноте углеродистыми какими-то запахи и прямо осталось до и превышение там нормы и так далее народ весь напрягался потому что чем мы дышим и так далее то есть такие тоже бывают случаи когда где-то какое-то предприятие немножечко чего-то выбросила скажет бывает и мы все жители округа тому свидетели мы мониторим предприятие мы делаем проверки министерство экологии проверяет нормативные документы при их отсутствии предприятия облагается штрафом выписывается предписание об устранении нарушений штрафы серьезные на них действия юрлица до до 250 тысяч штрафы есть более того я хочу сказать нам по точкам сжигания были начислены также министерством экологии ущербы окружающей среде и ущербы доходили до 48 миллионов по позапрошлому году такие прецеденты были а это только штраф то есть как бы административное нарушение дать и кто строит какие-то печи сжигать либо там дальше может и уголовное какое-то дело в случае начисления ущерба до верно я понимаю что ну коль мы сейчас говорим о давайте от воздуха до мусорной теме она же связано перейдем то есть мы поняли что есть 15 датчиков которые позволяют нам сегодня вот в этой пилотной пилотном проекте реально следить за химическим скажем тогда составом воздуха и вот есть оказывается места то есть людям выгодно а создать подпольно свою печь чтобы не платить за вывоз мусора так и понимаю да или они хотят себя обозначить мусора на этом зарабатывают деньги а то есть они создают точку для некоего своего собственного утилизации такой мини мусоросжигательный завод это видимо так хорошо стоит раз это выгодно не могу сказать но я думаю если люди идут на такие серьезные нарушения в плане природоохранного законодательства то наверное для них это выгодно но после того как были прецеденты начисления ущербов я еще раз повторюсь 27 миллионов 48 миллионов то как ты желающих поменьше гораздо меньше но все равно вы говорите 60 точек 60 точек для городского округа любит но это по всему дал куда мне кажется довольно много а потом мы спрашиваем от чего это происходит причем я же так понимаю но мы с вами да в данном случае не следователи но наверняка там может быть какая-то сеть существует как какие-то коллеги там этим занимаются ну коль мы говорим о мусорной теме это скажем так частная инициатива да как мы понимаем теперь она все-таки на контроле у целого ряда до от полиции до экологов но теперь поговорим о так называемых свалках да тем более что городской округ люберцы московская область здесь плавный переход из города в лесную зону там в парковую еще куда-то и так далее народ по-прежнему сваливать любит у нас мусор любит грешит да особенно случаи участились когда закрыт был у нас полигон торбеево с этого момента многие особо не парились браку алисом и сваливали мусору прям в лесах нас леса зарастали навалами мусором эта история была очень актуальна с первого июня этого года так значит полномочия по вывозу свалок с земель лесного фонда переданы муниципалитетом область выделила финансирование через аукцион мы определили подрядчика и с января по июнь месяц подрядчик у нас территории лесфонда вывез более 600 кубов мусора уже вот этого вот непонятно кем выбраться абсолютно правильно для предотвращения что мы можем делать мы ставим шлагбаумы мы вешаем камеры наблюдения мы делаем рейды с лесниками в том числе то есть максимально эта работа ведется но проблема существует но к сожалению чтобы мы не брали плохого в жизнедеятельности человека я имею ввиду такого почти преступного все равно эти лазейки безусловно существуют вот игрите камера ночью номер закрыл очки купил и вываливая себе мусор а может быть здесь проблема еще состоит в том что люди же не хотят платить деньги да я с ним беру какой-то но может быть существует мусор которого не должно быть да по смете его надо как-то утилизировать такой что же на она бывает это я сейчас так предполагаю вы как профессионал знаете это гораздо лучше нас но видимо условия такие что человеку проще вот рисковать куда-то выбрасывать чем платить деньги за вывоз этого мусора так и понимаю или он не хочет этим просто я считаю был немножко недоработано на законодательство до определенного этапа и не была система отслеживания и наказания с июня прошлого года система доработана и вступил закон о перевозке строительных отходов а это основная нагрузка у нас на свалке о транспортировке строительных надходов торбеева у нас с 1 июня прошлого года официально принимает строительные отходы то есть это приобрело цивилизованный характер сбыта и утилизации отходов именно строить вот давайте мы сейчас здесь поставим запятую сделала небольшую паузу и отталкиваясь от вот этого вопроса во второй части продолжим наш разговор с ириной степановой начальником управления по охране окружающей среды городского округа люберцы напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пененко в гостях у нас ирина степанова начальник управления по охране окружающей среды городского округа люберцы ну для экологов наверно тема свалки да как мне это не парадоксально от одна из самых больных тем мы уже с вами выяснили что вроде бы система начала работать но мы же помним какой-то был период когда особенно в московской области и по всем телеканалам показывали и на линии с президентом эти вопросы поднимались вот официальные как наш не свалка называется как правильно так красиво называется как они сейчас работают решена эта проблема с этими газовыми какими-то выделениями и так далее есть у нас вот подобные свалки в городском округе люберцы либо все сейчас уже как-то под контролем и проведены какие-то работы ну чтобы сама свалка была более-менее современная официальная полигон который принимал отходы был единственный повторяю был это полигон торбеева по указаниям губернатора полигон был закрыт на то есть никакие отходы на сегодняшний день кроме строительных он не принимает что я хочу сказать в отношении свалок очень актуальная тема для их устранения уменьшения это раздельный сбор мусора конечно то чему никак не можем научить на вы знаете я хочу сказать вот за последние два года у нас как-то прогрессирует или тема и жители по крайней мере нашего округа очень охотно и подхватили и сами выходят с инициаторами с инициативами устраивать акции по раздельному сбору ставить бачки для раздельного сбора там для отдельных фракций которые сезонные например как для органических отходов поздно как собирают листво мы устраиваем акции по сдаче макулатуре сдачи электроники сдачи шин то есть мы пытаемся популяризировать данную тему мы проводим открытые уроки в школах совместно с управлением образования мы детям рассказываем для чего надо собирать бумагу что 100 килограмм бумаги собранные отданы в переработку спасет одно дерево деткам это наглядно они очень охотно подхватку туда запомнит на всю жизнь и приходит домой это рассказывают родителям и родители нам уже рассказывали истории семьи когда дети приходят и заставляют ставить 3-4 пакета для разного места для разные фракции мусора ну вот кстати с вашими коллегами но я имею ввиду на уровне жкх мы говорили по поводу вот отказа даже в домах от свалки вот этой общей мусоропровода да потому что он как бы существует работает мало того скажем в москве там где делается ремонт этот мус провод восстанавливается и пока не идет речи о его то есть можно подать заявление до что его там заварить и так далее это решает как бы дом до просит управляющую компанию но действительно есть ну мода что ли такая на это но это пока еще только мне кажется первое начало то есть когда человек это же надо дома понять что пластмасса в одну сторону да значит там органические какие-то отходы в другую сторону бумага в третью сторону и не каждый готов на это пойти но я не вижу и какой-то общее по телевизору например по простому который смотрят те люди кстати та масса людей которая может быть в первую очередь это подхватит где будут бы чтобы говорилось в желтой бросаем то зеленое бросаем то в красное бросаем то и каждый день в программах всей страны идут программы про то что вот мы сами мусорим да ладно там во дворе все-таки дворники к ну какой-то более-менее движение а вот то что вы говорите про леса ведь мы все бываем отдыхаем в лесу на берегу и где там денешься только убери за собой мусор к сожалению это не всегда является пути фразы со времен перестройки для надо мусорить вот до сих пор то есть человеческий фактор остается но значит у человека который выбрасывает мусор вот он как-то не заинтересован в том чтобы это он не понимает психологии этого вы знаете что надо с чего-то начинается я хочу сказать что добрых людей гораздо больше и они поддерживают это они помогают они в помощь поэтому я думаю наглядным примером и детей и жителей и отдельно взятых семей до которых с каждым разом все больше и больше которые душой сопереживают за то место зато среду где будут расти потом их дети это очень важно чтобы жить сегодня так чтобы было что оставить своим потомкам безусловно а вот какие-то акции вы проводите по мусорной проблеме конечно непосредственно наше управление два раза в год весной и осенью проводит такие добрые акции как сдай электронику сдай макулатуру спаси дерево мы проводим это виде праздника виде подарков более того организатор по акции сдай макулатуру разработал следующую схему мы сдаем макулатуру более того чтобы упростить этот процесс они заезжают в школу собирает уже со школы готовый объем тем не менее на центральной площадке входная группа танцующие на шаре мы делаем праздники сразу с чаем с пирожками с раздачей интересным бронбоковой продукции с разными мастер-классами по раздельному сбору мусора для наших детей они ухвал да они же ухватывают это все быстро детки очень быстро это впитывает они большие молодцы они с таким энтузиазмом сдают макулатуру и дальше этому кулату развешивается и на тот тоннаж который мы сдали организаторы нам предлагают по выбору выбрать деревья для округа ухты как мы выбираем эти деревья и те школы которые сдают максимальное количество они получают саженцы которые с этими же детьми они сажают у себя на территории дворов а это тот случай когда посади дерево это первый шаг да получается наглядно условно говоря пособие для детей что такое сдаем макулатур то же самое электронику то же самое шин у нас стоят в округе порядка шести контейнеров для сбора отработанной резины это очень актуально кстати как раз весной и мозг когда меняют когда автомобилисты любители меняют потому что по закону то шина нельзя выбрасывать в мусор и народ думает и вот куда я сказал ну что так он и выкинул туши на то что она разлагается более ста лет надо об этом же мало кто тем более еще чем разлагали за конечно понятно что тема по свалкам по мусору это можно по моему часами говорит потому что и мы видим и решение проблемы до сегодня мы существу все-таки не так как раньше это было но у нас есть еще какой какие вопросы я вот утолкнусь от деревьев плавно перейдем к прудам деревья кто сегодня вот насколько я понимаю сегодня просто так дерево спилить это нельзя но при этом иногда я не говорю с про городской круг люберцы да вообще да иногда вот мы слышим что вот где-то что-то спиливают сами принимают решение а потом значит там какую-то дорогу проводит так далее как регулируется вами ваши службы вот если надо либо дорогу провести либо спилить старые деревья как это не вопрос экологии этим занимается управлением благоустройства но на каждое срубленное дерево вас получить порубочный билет более того с компенсацией то есть вместо него мы должны писать новое вот и как часто высаживаются новые деревья такая тоже программа проводятся акции достаточно добрые позитивные это лес победы и посадить дерево весной и осенью они уже с именем акции да значит очень полюбившиеся кстати мероприятия тоже у нас у жителей в рамках управления экологией мы сажаем саженцы на территориях лес фонда в том случае если жук краед испортил ряд территорий с деревьями обновляя лесниками и весной на этом месте после подготовки земли мы высаживаем сеянцы достаточно многочисленное мероприятие привлекаются жители школы предприятия лесники вот и я хочу сказать мы очень большие объемы засаживаем сеянцами на территориях лес фонда то есть это за раз и по 5 гектаров и по 3 гектара также идет посадка деревьев саженцев кустарников на придомовых территориях в парках два раза в год ну вот продолжая эту тему парке понятно да там не специальные службы подстригли то есть все 3 10 уже зависит все от руководства парка насколько они красиво и правильно следят за своим лес фондом таким персональным вот есть лес а как-то вот кто-то занимается но и за посмотреть там вот особенно после наших бурь там деревья это упало что-то где-то что-то повисло прорежаются эти как-то леса или просто ведется какой-то это полностью ответственность комитета лесного хозяйства это и да они смотрят за порядком на землях лес фонда за состоянием деревьев за состоянием сосен регулярно проводят обработку осмотры хорошо еще одна тема лето народ рванул к воде тем более что сейчас особо где-нибудь на море довольно трудно добраться ну или скорее дорого добраться можно на дорого и не потому что даже искупаться хотя будут возле прудика возле воды полежать по загорать и так далее опять же там все те же темы возникают и мусора и порядка канале но помимо этого мы часто видим в особенно таких местах подальше которые от города такие не просто пруды я уже затянула как там бурой тину я уж не помню как в песне про буратино помните вот как у нас с прудами и как во-первых много у нас этих прудов которые называются прудами и как-то они очищаются эти пруды это довольно такой сложный вопрос наверно на территории округа находится более 20 водных объектов и которые можем назвать прудами протекают также федеральные крупные реки такие как македонка пехорка чернавка пруды да у нас требуют особого внимания потому что количество жителей с каждым годом увеличивается которые отдыхают на зоне пруда и в прибрежной зоне до фрежда спасибо огромное области до появилась программа 100 прудов подмосковья каждый за каждый пруд может проголосовать житель на портале добродел ссылки мы опубликовали в этом году уже на официальных сайтах администрации по итогам голосования у нас выиграли два пруда в этом году это пруд жилинске по улице прудовая и пруд в томили на по улице живченко в прошлом году хочу сказать что мы также по этой программе два пруда уже почистили на улице кантемиров тамилина и в коренево на улице ворхам значит фактически же 4 4 до 4 прода сейчас задействовано за которыми мы очень так а их как чистит прямо вот собирают все что идет санитарной очистки на данном этапе то есть мы не трогаем дном но тем не менее мы проезжаем когда определяется подрядчик путем аукциона со своей техникой со своим ресурсом они убирая вытаскивают топляк из водной глади они убирают сухостой на берегу убирает камыш тину максимально все чтобы облегчить жизнь существования данного руд задышал конечно не хочу сказать огромное спасибо нашим жителям которые нам в этом отношении очень помогают во первых очень активно голосовали на портале это даже отметили в области и они следят за качеством очистки ну логично как еще как следят да и очень много замечаний которые были сделаны нашими жителями оперативно передавались подрядчику и он их учитывал более того примете у каждого пруда есть своя история и и жители близлежащих домов очень трепетно к этому относятся поэтому стараемся учитывать все пожелания жителей при очистке где-то оставить кусок камыша чтобы там сохранить семью уток с утятами где-то поставить домик до такой да 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 такое есть где-то мы вот опять-таки на пруду по кантемира пульс кантемира в тамилина мы ставили пять домиков для уток мы запускали вместе с жителями 110 килограмм рыб но это вообще фантазии того чтобы пруд зажил чтобы ну кстати это показатель если рыбка то плавает значит пруд живой а если не плавает ирина я вот на этой положительной ноте потому что с экологами на положительной ноте редко как можно закончить да вот понятно что вопросов много но спасибо вам что вы пришли рассказали а конкретно честно о том что происходит и баба все во всем этом каждый из нас безусловно заинтересован даже если он здесь постоянно не живет да но проводит какое-то время приезжает отдыхает свой а уж те кто живут конечно же не видите активные участники этого процесса начальник управления по охране окружающей среды городского круга люберцы ирина степанова расставила все точки над и спасибо вам огромное в вашем лице всем вашим коллегам экологом больших успехов чтобы все у нас двигалась все-таки к нормальной человеческой жизни чтобы дышалась спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а